Доброе утро! С вами Татьяна и полная практика прощения с GreenMyLife и Ярослав Мудр-Воронцов. И сегодня я хочу с вами поделиться своим хорошим настроением с самого утра. Как я его себе сделала? Ведь это лишь только мой выбор. Помните, что никто не отвечает за ваше настроение, только вы. Это лишь ваш выбор, как реагировать на какие-то ситуации, какое настроение себе выбрать. Хотите вы попечалиться или порадоваться? Это только лишь ваш выбор. Сегодня я очередной раз выбираю радоваться. И сегодня я встала рано-рано утром, ещё до рассвета. Город ещё спал, была такая тишина, темно. По моим ощущениям и насколько я знаю, это очень хорошее время для того, чтобы помедитировать, уделить время для себя, поискать какие-то ответы на вопросы, которые вас интересуют. Пока ещё не началась вот эта суета дня, не надо никуда спешить, бежать, что-то прям вот срочно-срочно делать. И вы можете посвятить это время себе, уделить его именно для себя, наполниться, вдохновиться. Вы можете почитать какие-то духовные писания, которые вас также вдохновляют. Может быть, вы там найдёте ответы на свои вопросы и уже будете рады, что вы нашли ответ, вы знаете, что делать. Вот. Что ещё? Ещё я делаю иногда, просто можно попеть, можно включить какую-то музыку благостную, радостную, которая вас также наполняет, радует. И вы тем самым зарядитесь на целый-целый день. Целый день у вас будет в хорошем настроении, состоянии, которым вы будете делиться с вашими близкими и окружающими людьми. Так вот, и продолжу. Что ещё можно делать? Например, можно заниматься физически, сделать какую-то йогу, может быть, потанцевать. То есть, самое важное — просто настроить себя на позитив. А вы должны найти для себя какие-то вот инструменты, которые включают в вас это состояние. Независимо от обстоятельств, вы можете просто в любой момент потом это использовать и перенастроить себя на хорошее настроение. И вот, что ещё хочу добавить, что также очень приятно и мне очень нравится, это очень красиво наблюдать рассвет, когда солнышко только встаёт. Ведь это действительно очень красиво. Можно взять чашечку чая, выпить или пить чай, смотреть на рассвет, встречать рассвет. Это очень приятно. Это такое особенное какое-то время, когда… Вот есть ещё вот это спокойствие внутреннее, когда спокойствие города ещё. И это, я вам скажу так, создаёт определённое состояние внутреннее. Мне оно очень нравится. Это некий фундамент у меня в такие периоды. То есть я таким способом делаю такой фундамент для себя, чтобы у меня была спокойствие внутри, от которого я могу уже отталкиваться и выбирать, что я хочу. Радоваться, естественно радоваться. Чего и вам желаю. Желаю вам найти ваши вот такие подсказочки, с помощью которых вы можете светиться радостью в течение дня, быть счастливым человеком. И что ещё хочу сказать, что вот таким способом, например, утром вы, когда себя настраиваете на позитив, вдохновляете, радуетесь, вы делаете такую, как говорится, якорь. То есть вы потом, в течение дня, когда вам где-то, может быть, стало грустно, вы можете вспомнить, что вы делаете. Можете это сделать, например, попеть. Если вы поёте и вас это радует, вы можете найти себе местечко и там спеть какую-то песенку, и у вас автоматически уже включится это состояние. Радость внутри вас проснётся, и всё будет хорошо. Желаю вам находить вот такие вот ключики для себя, для своего хорошего настроения, проживать каждый день на позитиве, радоваться каждому дню и встречать рассветы. С вами была Татьяна. Полная практика прощения с GreenMyLife и Ярослав Мудр-Воронцов. Живи на яркой стороне. Ты знаешь и я знаю. Ты можешь это сделать. Начни это делать прямо сейчас.